Фигурам на картине из Третьяковки за 75 миллионов рублей Глазки пририсовал казенной шариковой ручкой Чоповец в первый день своей службы в Екатеринбургском Ельцин-центре. Смутные слухи о том, что к вандальным подчеркушкам приложил руку кто-то из службы безопасности президентского центра Бориса Ельцина, появились сразу же после запоздалой огласки инцидента в арт-галерее. А накануне подозрение официально подтвердил исполнительный директор музея Александр Дроздов, собравший журналистов в баре и уточнивший, что 60-летний сотрудник частного охранного предприятия и дня не проработавший в Ельцин-центре музейной ручкой пририсовал глаза двум из трех фигур без лиц на картине Анны Липорской, ученицы самого Казимира Малевича. Сотрудник частного охранного предприятия, с которым у нас включен договор на обеспечение охраны Ельцин-центра и музея. Испортив полотно, вандал ушел с работы. И несколько дней не отвечал на звонки сотрудников музея. Что сподвигло зрелого мужика, да еще при исполнении. Испортить дорогую картину господин Дроздов не знает, но предполагает одно из двух. Представители Ельцин-центра уточнили, что учебовца-почеркушника есть жена, что никак не объясняет его неадекватный поступок. Еще был абсолютно свободный доступ к полотнам супремитивистов, которые их, он собственно говоря, и охранял. Фирменную шариковую ручку после увольнения у вандала пытались забрать, чтобы передать на экспертизу для сравнения чернил. Сообщила модератор встречи по скандальному поводу Анна Решеткина. Поддержи новости Шеремета 9,5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой. Субтитры создавал DimaTorzok